Хоккей в районе по-прежнему держится на энтузиазме. Отсутствие искусственного льда заставляет тренеров и их подопечных подстраиваться под погоду, что не лучшим образом сказывается на развитии детского хоккея. Тем не менее, даже в таких условиях наши юные хоккеисты закончили этот сезон с победами. Сезон выдался не из легких, говорят тренеры. Мы провели серию соревнований. Это первенство Московской области в зоне Сергиево-Посадского района. У нас была своя зона. Победители в возрастных категориях участвовали в зональных соревнованиях на Всероссийский клуб «Золотая шайба». Как отметил Борис Бородоцкий, председатель Федерации хоккея Сергиево-Посадского района, среди положительных моментов то, что впервые в этом сезоне в наших детских командах не было легионеров. В районе проходит и первенство среди мужских команд. По-прежнему актуальным остается вопрос привлечения судей. Вроде нам как бы Федерация Московской области идет навстречу бесплатное обучение судей, бесплатные семинары, только приедьте, ехать некому. Где их брать, непонятно. У района Федерации хоккея в этом году появился свой кубок. Пока он отправляется в Пересвет к команде победительницы, но будет переходящим. Местные хоккеисты с нетерпением ждут искусственного льда. В процессе строительства сразу две площадки – в Пересвете и в Сергиевом Посаде. Особое внимание необходимо уделять именно массовым видам спорта. И хоккей в Сергиево-Посаде особенно популярен. И на сегодняшний день идет строительство двух ледовых площадок. И это очень долгожданное событие для нашего города и района. И этот вопрос стоит на особом контроле как в администрации района, так и в области. И я убежден в том, что в скором времени будем уже пользоваться своим льдом. Советник председателя Московской областной думы Сергей Двойных, посетивший итоговое собрание районной федерации хоккея, пришел не с пустыми руками. Он поздравил с 60-летием сразу двух тренеров «Дюж-центр», которые сейчас возрождают хоккей на стадионе «Темп». Евгения Попова и Сергея Мурыгина, у которого Сергей Двойных сам когда-то занимался. Также на итоговом собрании прошло награждение лучших судей и тренеров этого сезона. Среди них Олег Курапов, Вадим Троицкий, Леонид Абакумовский и другие. Закончилось собрание на позитивной ноте. В будущем сезоне открывается хорошая перспектива для тех, кто хочет вновь взять в руки клюшку и забить победную шайбу. По многочисленным заявкам откроются дополнительные группы для взрослых. Собрание назначено на первую субботу сентября. На следующий год мы планируем создать еще дополнительно две группы среди мужских команд, которые будут проводиться в рамках первенства Сергея Посадского района. Наталья Артемова, Зимагомедов, День города.